Я приехала к нему в город Неман, и его отпустили в увольнение. И мы ходили по городу, в этой фуражке он был. И когда я уезжала через семь дней, он эту фуражку отдал мне и сказал, мам, возьми ее, пожалуйста, и сохрани. Я говорю, тебя накажут. Он сказал, пусть, но она мне на три размера мала, мне дадут другую. И я ее привезла домой. Нас не пугало то, что впереди. Мы верили, что все будет хорошо. Единственное, о чем он меня всегда просил. Мама, дождись меня. Здравствуйте, товарищи пограничники. Здравия желаю, товарищ погоди. Вольная? Вольная. Соварищи бойцы, проявляйте высокую бдительность, будьте надежным гарантом безопасности и территориальной целостности Российской Федерации. Защищайте мирных жителей от бандитов и террористов. Успехов вам, вашим семьям, родным и близким. Товарищи, прошу светлую память наших боевых друзей почтить минутой молчания. Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Любовь Васильевна Родионова. Мало кто так знает меня. Меня просто знают как маму Жени Родионова. Это высокая оценка. И, видимо, как человек я, получается, по жизни не состоялась. А вот сын сделал мое имя известным многим людям. Он служил в Калининградской области. Он звонил мне звенящим голосом и говорил, мама, ты даже не представляешь, я пограничник. В Озерске три месяца учебка. Спецподготовка в Лесном. Ну, это город Неман. Еще три месяца. Потом вот эта командировка. 13 января они улетели через шею метео. Дальше они долетели до Минвод. И потом колонны они уже пошли на улицу Кавказа. Много было желающих поехать именно, чтобы испытать себя. И потом, чтобы почувствовать, что такое служба на границе. Он принял это решение. Я не плакала, не умоляла его менять решение. Это мужское решение. А я всегда воспитывала мужчину. Хочу передать, если родители меня увидят, привет им передачу. Все нормально? Я их не подведу. Они такие, мы и страшны, но если надо, сделаем. Со своим родителям, всем близким. Привет. Все нормально, не опозорим Россию. Защити. Я пытался это забыть, как страшный сон. Не было бы этого и было бы лучше. Где-то все равно в глубинах памяти это сидит, как бы ты не забывал. Поэтому оно невозможно. Ты как записалась на пленку, ты ее не видишь, но она в тебе. Меня зовут Виталий Боковой. Мне довелось проходить военную срочную службу вместе с Евгением Родионом. Были в одной части 38-07 лесное и попали в командировку. Назранский погранотряд под Галашками. Ну, примерно где-то на краю Галашек. Это, наверное, был участок перед границей. Жизненно важная дорога, что ли, я не знаю, для Междучиней и Ингушетии. Вот это вот, ребята, с нашего бог-поста. Муха Ислам. Девятый. Павел Кузнецов, наш начальник застава, третий. Вот у моих группах. Он был бескомпромиссный командир. Он сказал выполнять, значит выполнять. Первый! Виномет! Выстрел! Меня зовут Кузнецов Павел Александрович. Службу проходил в 1996 году на Чечено-Ингушетской границе в населенном пункте Галашки. Женя Родионов был моим подчиненным, находился на должности гранатометчика. Ему очень нравилось служить. Хороший парень был, такой исполнительный, настойчивый. К нему всегда за помощью обращались. Чувствовалось что-то в нем, вот какой-то стержень. Он, наверное, стремился не то, чтобы всегда быть первым, а выполнять правильно свою работу, задание, службу, не знаю. И этим он выделялся как-то, вот среди прочих, нерасхлябанностью, собранное сказали, сделал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какая задача представлена в мотоманеврной группе? Задача мотоманеврной группе обеспечить прикрытие административной границы между Чечнёй и Генгушетской республикой. Не допустить прохода бандформирований. Когда мы выставляли сюда мотоманевренную группу, собрали всех старейших. Там все собрались, администрация, объяснили цели, задачи. Но молодежь, большая часть молодежи выступила резко против нас, сказали, убирайтесь отсюда. Грозы допускали в адрес начальника мангруппы. Кто здесь ездит, как тот ездит, в общем-то разобраться сложно. Только наличие явных признаков, что он относится к боевикам, может только позволить задержать его. Конечно было страшно, когда начинались какие-то боевые действия, может обстрелы, даже просто стрельба. Перед каждым наступлением наряд были инструктажи, возможные опасности и так далее. Но сегодня перестрахуешься никогда, на то оно и неблагополучный, скажем так, район, что и подтвердилось. Рейс, убирай. Закон обороны, заходы границ, на начальник. 26-й. Я. 27-й. Я. 25-й. Я. 24-й. Я. 23-й. Я. 18-й. Я. 22-й. Я. 15-й. Я. 27-й. Есть. 10-й. Программ наряд был выставлен в 20 часов. Я им поставил, сам лично ставил прекрасную охрану границы административной. В 20 часов они выдвинулись с нашей заставы на контрольный пост. В тот день был Трусов, Железнов, постарший прыжок был. И вот Яковлев Родионов помладше привел. Они там организовали селье службы и выходили на связь с нами. Когда связь пропала, где-то в часа четыре мы это обнаружили ночью. Мы выдвинулись туда и увидели картину. Валялись бронежилеты, магазины. Следы крови были на земле. Крови было много. Истоптан снег. Вот это все. Вот видно были следы борьбы. И была кровь. Мы не знаем, кто из них был ранен. Ранен ножом, потому что выстрелы никто не слышал. Если брать отсюда, смотрите, ехать, то справа сюда шла, ну, скажем так, дорога к нашему городку, палаточному лагерю. Вот здесь вот стояла, ну, а-ля вагончик, будочка. Я в ту ночь стоял на посту по охране самого палаточного городка. Я не слышал ни выстрелов оттуда. Была ночь, ни криков, ни возни. Но машина подъезжала, что машина подъезжала, я видел. Ну, слышал, по крайней мере. Рев машины подъезжала, остановилась. Какое-то время и уехал. Потом оперативные сотрудники сообщили, что вот этот бандит Руслан Хархаров ввез в тот день на двух машинах большую партию оружия, боеприпасов к себе. И наши солдатики осуществляли досмотр транспортного средства вот этих двух машин. И в итоге боевики все равно их взяли в плен. Чем промышлял Хархаров, это деньги, еще раз деньги, еще раз деньги. Поэтому он и захватывал пленок только для того, чтобы потом за них получить выкуп. Париков Сергей Андреевич, вице-президент Международной ассоциации подразделения антитеррора «Альфа». Я был на Северном Кавказе очень часто. В последнее время возглавлял оперативные боевые группы Центра спецназначения. Я могу эту банду сравнить, она с бандой Бараева. Очень дерзкие, которые и стариков своих не слушались, и могли их не только оскорбить, но и даже после того, что могли и с ними расправиться. Когда я получила телеграмму, я 26 числа уже была там, на месте. Ходили по всем горам, по всем отрядам. Я нашла его через 9 месяцев. Это было 21 сентября на скачках в Гилдегене. Ко мне стали подходить не один, не два, а сразу несколько человек. И каждый говорил, что ищи в Бомбете. Ищи в Бомбете. Его больше нет. Душа от нас, представшихся раб своих, преснапоминаемого веного воина Евгения, всех воинов-пограничников, за веру и отечество животство положивших, всех, где нынами напоминаемых, и сотворим вечною. Он ведь фактически явился такой невинной жертвой. Он не виноват в том, что он оказался в этом месте, в это время. Протерея Алексей Бутоногов, настоятель строящегося храма с того равнопостольного великого князя Владимира в Новогиреево, ну и вот этого деревянного храма святого праведного воина Федора Ушакова. Выражает эта история тем, по зверству убийства напоминает раннехристианские события, мучеников раннего периода христианства. Женя был убит прямо в день своего рождения. Ему Хайкароев предложил остаться живым, и один рождение, оставайся живым, сними только крестик. И его слова были, вы все это знаете, что крестик ты снимешь с моей головой. Пилипенко Вячеслав Николаевич, заместитель руководителя временной работы группы, по освобождению незаконно удерживаемых на территории Чеченской республики. Я служил в войсках, в войсковой разведке. После этого академия, и вот было предложение поехать в Чечню заниматься обменом пленок. В 1996 году, в сентябре уже, вышли на Хайкароева, но мама Люба Родионова, она раньше выходила, вышла на него, уже потом я подключился. Нам показали место захоронения, ночью, по цветам фар машины, мы выкапали как раз четыре ребят. Я был свидетелем этого всего. Крест остался на Жене, да. На этой картине автора художника Сергея Смирнова запечатлен самый драматический момент. Евгений Родионов уже принял свое решение. Посмотрите на его фигуру и лицо. Он сильнее бандитов, хоть и безоружен. Он не пленник, он воин. Писточку чуть залезешь, уже не портрет. Уже было иначе чего получается. Да еще и волнуешься. Не знаю, почему-то у меня вот это так все вот оформилась, эта картина. Складывалась она давно. Это очень сложно. Написать точный портрет, чтобы он узнавался на картине, что-то сразу видно, что это Женя Родионов. Вот это очень сложный был момент. Поэтому это интересно. Какая-то в нем есть внутренняя сила еще до совершения. Но что-то есть такое, чего вот его, наверное, и выдвинула из всей этой группы. Специальный лак защитный. От агрессивного воздействия внешней среды на полотно. Вообще у православного человека крест это огромная сила. Он несет свой крест. Он как бы свеча. Стоит между небом и землей. Точная вертикаль. Абсолютно правильно. Евгению уже дальше шагать нельзя. Все это последний его шаг сейчас здесь. Сзади чеченский бальгит аж натыкается на спину Родионов. Неожиданно. Настолько сила Евгения внутренняя высока, что он даже не может с него сорвать крест. Не может. Хотя он за этим и пришел. Я слышал, когда Хрикорович говорил, что он мог бы жить. Зачем он вызывающееся вео у Женя? Зачем? Все бы было нормально. Взял бы, снял бы крестик этот. Чего я напомню. Когда задумываешься, смог бы ли ты так сделать. Я, например, знак вопроса ставлю. Смог бы я так сделать или нет. Но, знаете, всегда какая-то секунда и человек другим становится. Я почти 20 лет пытаюсь это принять. Я просто понимаю, что по-другому он не мог. Он не искал славы. Он ничего этого не искал. Он просто по-другому не мог. Говорили ему, что ты сними свой крестик, встань в наши ряды. Мы тебе дадим жену, и ты будешь жить. И, в общем, как бы... Но встань в наши ряды. То есть в ряды боевиков. Это было условие непременное. А что там за этим? За этим повяжут в крови, и дальше все, выхода нет вообще. Здравствуйте. Я привезла крестик, который остался под тельняшкой на обезглавленном теле. Здесь его кровь. Крестик он делал сам. Когда-то, когда он приехал с крестиком из деревни от бабушки, и я ломала его всеми способами. Я не верила в Бога. Может быть, ему священник какие-то особые слова сказал. Он никогда его не снимал. 10 лет он уже был таким осознанным, уже таким человечком. Мне не удалось его сломать. Может быть, эту репетицию какую-то он выдержал. Георгию. Открывлю. Продолжение следует... 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 Кумов Андрей Николаевич, ветеран ГРУПА, ветеран погранвойска. Такие качества может родить только чистая душа. Все наши воины заряжены на такие проявления, которые непонятны военнослужащим других стран. Потому что за нами вера, за нами правда. В нас внутри заложена базис нашими предками. Женя как раз в нашей истории, это новый был пример. Как воин, как человек высокого духа, он выбрал такой путь. Это высшее проявление качества воина. Потому что для того, чтобы так воспитаться, это нужно бы воспитываться на хороших, как нам раньше говорили, на хорошей книжке ты в детстве читал. Мы очень много читали, очень много читали. Человек, который читает много книг, он все-таки другой. Иногда можно воспитываться и по книгам тоже. Его книга у меня до сих пор хранится. Называется она «Честь молода». Вот она так и сохранилась. 1975 год издание. Книги о войне любил. Третья основа, радиостанция, радиостанция, частота 4-4-6. А это вот кусочек металла, равен его жизни, его нерожденным детям. В 97 году он получил орден мужества. Я не хотела его взять, брать. Мне ребята Женины, вот и друг, и те, с кем он в школе учился, они сказали, «Честь любит не вам, это ему орден». Мальчик из Подольского района, за Христа казненный, как святой, не отдал гонителю поклона, заплатив за крест свой головой. Совершенно неорганизованно Женя действительно стал каким-то народным святым и народным героем, каким-то даже вот собирательным образом солдатского мужества, чести, достоинства. Вот икона, которую мне подарили лет 15 назад на Валааме, монахи. Вот. Вот любимая икона мамы. Когда мы обращаемся к Жене Родионову, сразу встает сон светлых русских воинов Великой Отечественной войны, Крымской кампании середины 19 века, турецких воин, которые Скобелев там вел русское воинство. Сколько часов до счастья? Каково расстояние до границы? Вы не подскажете, сколько времени? Времени до чего? Часовой механизм на левом запястье. Сколько часов до счастья? Каково расстояние до границы? Когда возвратятся певчие птицы? Вы не подскажете, сколько времени? Времени до чего? До окончательного исчезновения нашего племени? Или наоборот, отсчет от начала конца Сколько времени? Курица спрашивает у яйца Снежный ком в коме весной Выдыхает, превращаясь в туман лесной Сколько времени? Думаешь, ты вырос из золотого семени Если часы на твоей мягкой кисти стоят 2 миллиона 300? Оглянись Если тебя еще не покинула тень Ты сам, солнечные часы в паспортный день Добрый вечер, дорогие друзья Наш сегодняшний концерт будет в формате квартирника Хочу пригласить художественного руководителя нашего театра Влада Маленко сейчас искать местные снижения Сегодня будут новые стихи Новые абсолютно для каждого из нас И это самое главное Новые какие-то буквы Абсолютно разные И вот стихотворение, посвященное Жене Родионову Который в 19 лет отказался снять православный крест Ему голову сняли И недавно мы вернулись из Бамута Я огромную честь имел прикоснуться к кресту, который стоит Вот на этом месте Там не поют птицы И только река, значит, течет И я понимаю про время Вот это и написано было мной по следам вот этой поездки Сбросило время старую кожу станка Солнце сожгло под вечер кусты ресниц Камни Бамута шлифует река Фортанга Небо хранит фотографии павших птиц Башня в земле Да рябиновый корень в люке Май не творил победы для этих мест А у твоей одноклассницы Сын и внуки А у тебя только юность Размером с крест Прошлое время Пахнет, как оружейка Небо с землей навечно В Бамуте врозь Нас покасательней всех обжигала, Женька А вот тебя наотмашь Тебя насквозь Нынче в рябине будто не кровь, а краска Что с нами всеми стало в сыром дыму Разве любовь теперь не по Сеньке Каска Только по Женьке Больше не по кому Мы очень счастливые люди Потому что мы свидетели Вот такого созревания, что ли Созревание Образа святого в русском народе Мы народ И народ потихонечку Начинает прославлять И он имеет на это правые возможности И часовню может поставить народ Часовня только еще рождается Стоит остов Она еще не накрыта шапочками Не накрыта куполами У нее еще нет фуражки и каски Ничего нет у нее Это будет первая в России Часовня имени Евгения Ардиона Переславль это Такой центр русской цивилизации Мне очень интересно и важно Что в головах, в сердцах Афонских монахов Которые сейчас прославляют Женю От которых привозят иконки Из Греции Что это такое? Как это? Нет пророков в своем отечестве Еще мы тут только собираемся что-то Вот он у нас Вот здесь Вот из соседнего поселка А в Греции прославляют В Болгарии На Кипре В Сербии На Украине Иногда столетия проходит Вот в жизни подвижника До его канонизации Иногда быстрее И время это Наверное Один из лучших показателей То есть вот именно Почитание народное Память народная Какие-то свидетельства О чудесах О молитвенной помощи Они, так я понимаю, есть И их немало Я знаю много примеров Когда Во время выполнения боевых задач На Сером Кавказе В трудных ситуациях Бойцы обращались И Женя приходил Помогал То есть Самое главное Что Женя уже У Господа святой А все остальное Это уже Не столь принципиально Хотя Очень много сторонников Как раз за то Чтобы быстрее Иконозировать Женю Я думаю Все идет Своим чередом И все еще будет Раз потерпьте Российский воин Евгений Болостью вас Берем Болитве нашу С любовью Благодарения Люберка Поносим И перед Святой Твоей иконой Слыши нас Слава И немощных Верою Любовью Поклоняющих Всех Здесь Все Вся Такая Его короткая Жизнь От сих До сих И дальше Так По вере Ваше И будет вам Люди Которые верят Хоть в Бога Хоть в святых Хоть во что-то То им Это и помогает Обычный Парень Из обычной Семьи Но в необычной Ситуации Поступил Как он Считал Нужно Субтитры 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 Семен Семен Продолжение следует...